Здравствуйте! Сегодня мы развернули нашу студию в одном из городских музеев. И нам выпала удивительная возможность пригласить в эту студию человека, который провел за пределами планеты Земля больше года. Это летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев. Олег Германович, здравствуйте! Олег Артемьев, бортинженер МКС. И у него есть личная страничка в Инстаграме. Ну, у кого ее сегодня нет, скажете вы. Но не у каждого из нас эта страничка заполнена снимками поверхности Земли, лично сделанными из безвоздушного пространства. И эти снимки привели космонавта к нам сюда, на Камчатку. И здесь, в этом музее, открылась удивительная, уникальная выставка, которая, кстати, состоит не только из фотографий, но об этом несколько позже. Олег Германович, как так вышло, что вы стали личным фотографом планеты Земля? Это было официальное назначение? Ну, если это объединить с вопросом про соцсети, то это было задание Роскосмоса, задание, которое есть в программе полета. И когда я полетел первый раз в 2014 году, то как раз в Роскосмос пришла очень креативная команда молодая в пресс-службу. И она, увидев опыт наших друзей по Международной космической станции, астронавты у нас давно и всегда вели соцсети, они взяли этот опыт на вооружение. И вот с нашего экипажа началось, что мы завели и Инстаграм, и Твиттер, и Ютуб, и попробовали себя во всех сетях. Оказалось, что это очень полезно для тех людей, кто начинает интересоваться космонавтикой, для самообразования. И плюс это не мешало нашей основной работе, потому что у нас есть специальный эксперимент «Ураган», который подразумевает фотографирование всей поверхности Земли, особенно тех точек, где могут быть катастрофы, в том числе и вулканы. Олег Германович, Вы упомянули о том, что чаще всего попадает в объектив фотоаппаратура, которая установлена на МКС. И были упомянуты зоны риска, так называемые, в которые входит и Камчатка. Но поскольку у нас и сейсмозона, и вулканов много, и вот здесь возникает вопрос, поэтому столько снимков вулканов в вашей личной коллекции и в экспозиции, состоящей из фотографий, которая была создана здесь, у нас на Камчатке? Ну, не только поэтому, потому что вулканы вообще очень интересно снимать. И первый раз, когда я снял Камчатку, как раз было извержение на Ключевском вулкане, потом там Шевелыч тоже извергался. И я просто, это вот одни из первых моих снимков, когда я увидел первый раз в жизни, как идет извержение вулкана со стороны. Я, конечно, сразу схватился за фотоаппарат и сразу начал снимать. И первые фотографии какие-то не очень были удачные. Я там снимал очень быстро, потому что мы же быстро пролетаем. И, может быть, из 100 снимков, может быть, 2,3 или 3 хороших у меня получилось сразу. Ну и, конечно же, я уже потом в процессе полета понял, что мы очень редко летаем над Камчаткой. А если даже летаем, то попадаем на облака. И если летаем, то обязательно мы пролетаем это ночью. Или под утро, или глубокой ночью. Поэтому, чтобы снять Камчатку, надо ставить будильник, вставать ночью и фотографировать. И вот это место, оно так притягивает, что космонавт не обязан вставать ночью. То есть он по режиму туда и отдыху он обязан спать. То есть, чтобы был выспавшим. Но тут уже... Вы идете на нарушение режима? Немножко вот идем на нарушение режима. Ну, небольшой, потому что мы же пролетаем там буквально 3-4 минуты. То есть надо встать, подготовить аппаратуру, расположиться, сфотографировать, потом все убрать, чтобы ничего не было. Ну, 10, 15, 20 это уходит. Вам приходилось видеть вулканы с нижних, земных точек? Только на Гавайях. И то, что вот сейчас я приехал на Камчатку, вот увидел эти вулканы, которые рядом с Петропавловском, для меня это, конечно, такое поразительное очень зрелище. Я думаю, что это мне надолго запомнится. Олег Германович, спасибо вам большое, что нашли для нас время, что встретились с нами, несмотря на очень плотный график и несмотря на явную усталость и разницу в часовых поясах. Наверное, эта нагрузка такая основательная. Можно сравнить? с космическими в этой поездке. На Камчатке это все в удовольствии, так что все нормально. Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Пока-пока.